Спасибо за такое доброе представление. Ну а мы начнем работу вебинара. Хочу поприветствовать всех участников вебинара. И будет здорово, если вы в чате напишите, какую образовательную организацию, либо культурно-просветительскую организацию вы представляете. Потому что тогда мне будет проще, может быть, отвечать на какие-то вопросы или логику вебинара немножечко подстраивать под запрос участников. Мне бы хотелось для начала представить свою коллегу Лобанову Ольгу Борисовну, тоже кандидат педагогических наук, доцент. Мы вместе с ней уже более 10 лет работаем в этой проблематике музейной педагогики. И первое, о чем хотелось бы сказать, это то, каким образом мы пришли к музейной педагогике, почему мы этим занимаемся. И, возможно, вот эта история будет созвучна нашим коллегам, которые пришли сегодня на вебинар. Во-первых, и у меня, и у Ольги Борисовны есть опыт экскурсионной работы до того, как мы получили профессиональное образование. Я работала экскурсоводом в школьные годы, и этот опыт для меня был очень ценным, очень интересным, очень позитивным. Ольга Борисовна уже в студенческие годы работала экскурсоводом, получив эту дополнительную педагогическую профессию на факультете дополнительных, общественных, ФОК тогда называлась, факультет общественных дополнительных педагогических профессий. А потом, после того, как мы уже из школы пришли в высшую школу, и, естественно, были воленс-ноленс вынуждены заниматься исследовательской деятельностью и писать диссертации. Тематика нашей диссертации касалась истории образования. Ольга Борисовна и я, мы защитили кандидатские диссертации по истории развития образования в Унисейской губернии. Вот этот интерес исследовательским продолжается до сегодняшнего дня. Мы читаем курс лекций по истории педагогики образования в педагогическом вузе, в Сибирский педагогический вуз. Мы часть Сибирского федерального университета, его сегодня представляем в том числе. И вот в какой-то момент мы стали понимать, что история педагогика науко-специфическая, и на одном интересе не так далеко уедешь, тем более студенты нам очень часто задавали вопрос, а зачем, а почему мы это изучаем. И возникла вот эта вот идея и воспоминание нашего опыта экскурсионного, и мы попробовали музей сделать вот тем практикоориентированным ресурсом, который позволит нам оживить, может быть, отчеловече в какой-то мере, преподавание истории педагогики. Для того, чтобы немножечко оживить наш с вами диалог, мы предлагаем вам провести вот такое небольшое интерактивное голосование. Инструкция есть на слайде. Кто с телефонов, тем, наверное, будет удобнее по QR-коду перейти на сайт. Те, кто за компьютером, ссылку сейчас мы в чат тоже выложим. Ваша задача перейти на сайт, записать в поля 1, 2 или 3 слова или словосочетания, которые у вас ассоциируются со словосочетанием «музейная педагогика», а затем мы с вами посмотрим результат и попытаемся его немножечко обсудить. Пока вы все это делаете, я вам напомню, что в чат вы можете сразу же задавать вопросы содержательные, либо вот в верхней панели есть такое окошечко с вопросиком, и эти вопросы вы можете писать непосредственно туда. Обязательно в конце вебинара мы оставим время для того, чтобы вы могли получить ответы на те вопросы, которые вы задали, и нам тоже, конечно, вот эта часть общения, взаимодействия будет очень-очень интересно. Вот, а пока мы в чате видим, что у нас есть школьники, школа, у нас есть высшее образование, у нас есть музей, замечательно, так, ну вот колледж, военное училище, здорово, муниципальный музей. Ну, в общем, практически все те, кто так или иначе могут использовать ресурс музея для решения своего функционала, они здесь присутствуют. Ну, я думаю, сейчас активно идет голосование. Еще минуточку, ну, наверное, очень здорово. Так, тоже имеем, да, организацию высшего образования. Здравствуйте, коллеги, рада вас приветствовать. Школа, отлично, отлично. Спасибо. Так, ну, давайте попробуем посмотреть результат голосования. Мы сейчас покажем вам, продемонстрируем, что получилось, какие ассоциативные ряды мы выстроили. Мы использовали для вот этой интерактивной работы Ментиметр. Сейчас мы посмотрим результаты. увидим и покажем вам замечательно. Вот сейчас мы вам продемонстрируем экран, результаты, и вы видите, что крупно три основных слова вышли. Это воспитание, это музей и это история. То есть это значит, что большинство из тех, кто поучаствовал в таком интерактивном опросе, считают, что вот эти три ключевых слова так или иначе связаны с музейной педагогикой. Кроме того, мы видим здесь ценность, выставка, экскурсии, социокультурный центр, музейная работа, интерактив, занятия в музее, кладезь знаний, артефакты. Педагог, интерес, школьники. Замечательно. Спасибо огромное, коллеги. Очень здорово. Но вот мне кажется, не случайно воспитание стоит в центре, и не случайно вот музей и история, они таким образом как-то обволакивают это воспитание, потому что, по сути, сегодня говоря о музейной педагогике, мы будем с вами рассуждать о том, что из себя представляет музейная педагогика. Мне кажется, вы уже ответили на этот вопрос, потому что мы, когда занимались музейной педагогикой, на определенном этапе нам пришлось для себя некоторые теоретические аспекты выстроить. Мы, конечно, пытались с Ольгой Борисовной договориться, найти то определение, которое максимально соответствует нашим интересам, и мы, опираясь на исследование Юхневича, Столярова, на работу Столярова, мы для себя определили музейную педагогику как ту науку, которая воспитывает человека средствами музея. Ну вот, по сути, если сюда еще и добавить слово «история», то мы получим то самое определение, которое Ментиметр нам выдал в результате голосования. Ну вот давайте на следующем слайде поработаем с небольшой схемой, моделью того, насколько отличается функционал музея в зависимости от того, в какое пространство он помещен. Все-таки, когда мы говорим о музейной педагогике, мы понимаем, что посетитель помещен в пространство музея. Музейная педагогика состоится там, где есть музей. Но если очень долгое время музей все-таки существовал как некий культурно-социальный институт, и в этом смысле три основные функции, которые связаны с коллекционированием, с собиранием артефактов, с исследованием каждого артефакта и с просвещением, используя эти самые коллекции, этот функционал немножечко стал изменяться в связи с тем, что типов музея стало достаточно много. Наверное, когда мы говорим о музее как культурно-социальном институте, мы в первую очередь, конечно, можем привести пример, такой пример, как краеведческий музей. Все-таки функционал, связанный с коллекционированием, исследованием, просвещением, это основной функционал любого такого классического краеведческого музея. Следующий функционал, который максимально был использован в пространстве музея, в том числе краеведческого или какого-то другого, это функционал просветительский, который постепенно начала активно использовать школу. И школа в этом смысле в первую очередь делала что? Она приводила детей, помещала, перемещала их в пространство музея, и уже через тот ресурс, который давал музей, проходили, реализовывались задачи, реализовывался функционал обучения, воспитания и развития. Постепенно стали появляться так называемые школьные музеи. Вот в 1842 году в Москве впервые появился такой пролобраз школьного музея. Это была московская землемерная школа, и в ней была коллекция сельскохозяйственных инструментов, современных, старинных на тот момент. И эта коллекция составила основу такого школьного музея. Смотрите, тоже очень интересное направление для развития, которая связана с некой профилизацией, скажем так. Следующее, ну то есть вот школьных музеев, как музей истории конкретной школы, на тот момент еще не было. Постепенно в 20-30-е годы вот это направление начинает развиваться. Если мы говорим о пространстве профессионального образования, то вот, наверное, ярким примером помещения в профессиональную среду музея, на мой взгляд, может выступать политехнический музей. Он, конечно, не был музеем в чистом виде, созданном при политехническом институте, например. Это 1870-й год, создается политехнический музей, как музей, в который помещены экспонаты первой политехнической выставки. Но постепенно этот музей очень активно начинает реализовать ту самую просвещенческую образовательную функцию, и достаточно большое количество будущих профессионалов начинают реализовывать свое профессиональное развитие через политехнический музей. И постепенно таких музеев становится достаточно много. И мы понимаем, что помещаясь в пространство такого музея, у человека появляется ресурс для профессионального развития, для профессиональной социализации, для формирования личности профессионалов. Ну, так как мы педагогические вузы, для нас все-таки музейная педагогика интересна с точки зрения формирования личности будущего педагога, то вот здесь хочется привести примеры с педагогическим музеем. Первый педагогический музей был создан при ведомстве военных учебных заведений в 1864 году в Петербурге и представлял собой коллекцию наглядных пособий, которые были достаточно дороги. И педагоги имели возможность именно в этом музее брать на какое-то время эти наглядные пособия. Кроме того, они могли там научиться работать с этими пособиями. Например, тот же «Волшебный фонарь», если мы говорим о конце XIX века. Постепенно такие музеи стали открываться на территории всей России. Например, у нас в Красноярске в 1909 или 1910 году, тут дата по архивным данным немножечко неточная, тоже был такой педагогический музей. Нам кажется, что появляется новая составляющая, когда мы постдипломное образование тоже помещаем в пространство музея. И там есть очень интересный ресурс как для переподготовки, повышение квалификации, когда средствами музейной педагогики человек может приобрести либо из непедагогической профессии педагогическую профессию, либо тогда, когда из педагогической профессии он может приобрести профессию, которая, возможно, станет для него таким интересным делом на этапе, опять же, социализации, в статусе пенсионера. И мы, кстати говоря, Сульга Борисовна, видим, как это активно используется на сегодняшний день. Но об этом еще чуть позже мы скажем. А сейчас давайте немножечко мы вам расскажем о том, что из себя представляет тот музей. Ну, коли уже основная идея – это создать пространство музейное и поместить в это музейное пространство человека с теми целевыми ориентированными, с тем функционалом, который для нас с вами представляет интерес. В 2008 году по нашей Зульфео-Инфатовной инициативе на кафедре педагогики был создан музей, который мы назвали «От Енистейской губернии до Красноярского края». Как любой музей, наш музей занимается собиранием, хранением, исследованием, популяризацией, экспонированием материальных свидетельств о развитии образования в Сибирском крае. Наша музейная деятельность ведется в нескольких направлениях – фондовая, экспозиционная и научно-просветительская. В фондах музея множество школьных фотографий, которые вы можете видеть, грамот, дипломов, свидетельств об окончании учебных заведений, учебников, школьных принадлежностей, октябряцкая пионерская комсомольская атрибутика. Музейные предметы находятся не только в фондах, но и демонстрируются на постоянно действующей экспозиции в аудитории, которую вы сейчас видите, временных экспозициях в фойе института, аудиториях кафедры педагогики, библиотеки нашего института, краеведческом музее города Лиссасибирска и, конечно же, на выездных экспозициях в школах города. В музее собрана обширная фонотека и видеотека, которая включает огромное количество пластинок, учебных фильмов, видеофильмов, фондах музея, отдел костюма, более 100 предметов, в котором собраны образцы школьной формы, аутентичные и воссозданные. Основным видом музейной работы является музейная экспозиция. На сегодняшний день организовано более 50 таких экспозиций, среди которых история детских организаций в России, развитие педагогического образования в России и Сибири, просветительская деятельность декабристов в Сибири, история детской игрушки, единой трудовой школы и многие-многие другие. Музейная экспозиция выступает как основа для реализации образовательной и воспитательной функции нашего музея, как база для массовой научно-просветительской работы, формируется главным образом на подлинных экспонатах, прошедших научную обработку. В ходе музейных экспозиций студенты проводят экскурсии для студентов и школьников, о чем мы поговорим чуть позже. Работает научный кружок «Музейная педагогика», члены музейного кружка, студенты, которые участвуют в создании музейных экспозиций, работают в фондах, музеях, архивах в городах Томска, Красноярска, Несейска, Лиссисбирска, Иркутска. За время работы музея собрано более 10 тысяч экспонатов и фонды постоянно пополняются. Далее мы можем увидеть несколько фотографий, которые мы вам предлагаем посмотреть, как у нас проходят наши музейные экспозиции. Всегда это очень красочно, ярко. Хочется сразу ответить на вопрос Марии Конецкой. Это, конечно, не про историю музея. Это, конечно, больше про технологию. И вот сейчас как раз мы перейдем к тому, как мы это делаем. Но просто хотелось немножечко рассказать, как мы к этому пришли и почему мы это делаем именно так, а не иначе. Вот сейчас я хочу вам показать модель музейной педагогики как технологии. Она составлена на основе идеи Германа Константиновича Селевко. Я не буду, наверное, очень долго и подробно эту модель зачитывать, потому что презентация у вас будет в доступе. И я думаю, те моменты, которые вам будут максимально интересны, вы лучше нас спросите в чате. Напишите, и мы с удовольствием будем понимать, что отвечать и понимать, что это именно тот вопрос, который вас интересует в первую очередь. Итак, еще раз. Мы рассматриваем музейную педагогику как технологию профессионального образования педагога на этапе его обучения в ВУЗе. И в этом смысле, конечно, у нас целевой ориентир завязан на формировании трудовых функций и на профессиональную социализацию. Как я уже говорила, с одной стороны, у нас есть требования стандарта, с другой стороны, у нас есть запрос от самого студента и от школы на такую примерку профессии, на себя. Если говорить о задачах, то они, конечно, также конкретизируют вот эту вот цель и связаны в первую очередь с усвоением социальных, культурных ценностей и так далее. Не буду подробно на этом останавливаться. С точки зрения концептуальных основ мы опираемся на идеи деятельностного подхода, на идеи Иванова, которые касаются КТД. Мы опираемся на идею организации продуктивной встречи человека со свидетельством прошлого, с артефактом. Поэтому для нас артефакт, вот тот самый экспонат, он имеет огромное значение. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, так как мы готовим будущих педагогов, для нас имеет важнейшее значение не только содержательно само знание историческое и историко-педагогическое. Для нас имеет особое значение вот эта личностная окрашенность этого знания. Потому что если мы говорим о истории педагогики, то мы, конечно же, в музее говорим, и вы видели вот в том видео, которое мы вам показывали, мы, конечно же, в первую очередь говорим о тех гимназиях, которые были открыты здесь у нас поблизости, и те, в которых, возможно, наши студенты даже учились будущим ученикам. Например, это Несейская гимназия, которая была открыта в 1867 году, и на сегодняшний день это школа номер один города Несейска. Вот такие связи исторические, они имеют для нас большое значение, и мы видим, что они приобретают отклик. Поэтому для нас это тоже такой важный ход, когда мы содержательно берем тот региональный материал, который близок и интересен нашим студентам. Это, конечно же, технологии, которые в результате подготовки, проведения экскурсии осваивают студенты. Это технологии проектно-исследовательской деятельности, это технологии активного обучения. И вот на наш взгляд еще важный содержательный компонент это осознание социальной значимости профессии педагога. Тогда, когда студент в те дни, когда проводятся экскурсии, а у нас бывает так, что в этот день приходит школьников несколько групп, и в этот день студентам приходится проводить пять-шесть экскурсий, они понимают ту нагрузку и ту ответственность, которую испытывает педагог, каждый раз выходя к детям, и каждый раз должен быть он готов адаптировать тот текст экскурсионный к тем детям, которые пришли, потому что одних интересует одно, других другое. И вот тогда, когда они примеряют на себя вот это вот пальто педагогическое, они начинают по-другому относиться к педагогической профессии. Для нас это очень важный момент воспитательный. Процессуально мы выделили четыре этапа, вот сейчас мы о них поподробнее поговорим, может быть, вот здесь технологически от нас будет максимальная польза. И последний этап, он такой диагностика, экспертизны, скажем так, мы о нем тоже скажем вот в контексте вот этих вот четырех этапов. Поэтому я предлагаю сейчас перейти к характеристике этапов, и вот в конце каждого этапа мы какими-то своими находками будем делиться. Итак, первый этап нашей работы это этап организационный, который подразумевает постановку целей и задач экспозиции, разработку тематики исследовательских проектов, выбор и формирование групп исследователей, распределение занятий по исследовательским группам и заданий, представление, содержание экспозиции и написание сценария. Вы видите на фотографии, как наши студенты готовятся к этому в библиотеке в данном случае, но и не только в библиотеке нашего института. Дальше, пожалуйста. Подождите, давайте вот здесь еще, можно предыдущий? Я бы хотела сказать, что мы, когда организационный этап запускаем, мы каждый раз продумываем тематику экспозиции. Мы за 10 лет еще ни разу не повторились, студенты от этого немножечко страдают, потому что говорят, вот, когда проект выполняешь, в общем, нигде ничего про это не написано. Вот для нас это важный момент. Тема и содержание проектов не должно быть таким, чтобы в интернете сразу в доступе были материалы, они предполагают исследования. Вот в этом году, в 20-м, общая тема была «Школа в годы войны», и мы предложили студентам следующую тематику конкретных проектов. Это «Пионеры-герои», это «Подвиг комсомольцев», это «Школьники фронта», «Школу блокадного Ленинграда», ну и так далее, тогда «Учительство в годы войны» и так далее. Так как у нас одновременно работают над проектами несколько групп студенческих, то вот этот перечень проектов, он был одинаковым для каждой группы. Студенты распределялись, каждый выбирал себе какой-то индивидуальный проект, выполнял его, мы проверяли, а затем распределение проектов и функционала. То есть помимо того, что они работали над индивидуальными проектами, было распределено, распределены еще обязанности. Кто-то говорил, я буду за объявлением отвечать, я за буклет, я за оформление витрин, я за подборку экспонатов, ну и так далее, и так далее. То есть вот это все организационный этап. Следующий этап. Следующий, это второй этап работы, исследовательский, который направлен на поиск и тщательный отбор и систематизацию материалов. Поиск информации по исследовательскому проекту предполагает изучение историко-педагогической литературы, архивных материалов, работу с фото- и видеодокументами. Данный этап подразумевает также обсуждение исследовательской информации с нами как руководителями и сотрудниками нашего музея. Экспозиционный этап включает в себя подготовку выставочных, следующий слайд, выставочных экспонатов. Подождите, Ольга Борисовна, давайте все-таки завершим с предыдущим этапом. Итак, исследовательский этап. Здесь очень важно, наверное, добавить то, что на этом этапе происходит как раз индивидуальное консультирование тех студентов, которые работают со своими индивидуальными проектами. Ну, мы понимаем прекрасно, что кто-то пытается на этом этапе просто найти какую-то информацию в интернете, кто-то честно идет в библиотеку, в архив и так далее. Все студенты разные, живые люди, и этот этап, он имеет достаточно серьезную нагрузку на нас, как на преподавателя, потому что мы отсматриваем результаты первичной вот этой вот работы над проектом. А затем вот это двойное деление на группу, что происходит? Как я уже говорила, при первичном распределении обязанностей внутри студенческой группы каждый выбирает себе проект. Затем оказывается, что над одной и той же темой проекта работает, например, 3-4-5 человек, зависит от того, сколько у нас групп. И вот эти группы мы начинаем объединять в некие проектные группы. Когда каждый уже начитался, каждый уже посмотрел, нашел какие-то интересные факты, появились идеи, какие артефакты можно использовать для того, чтобы наполнить экспозицию, какие костюмы, какие элементы интерактивности. И вот здесь они начинают работать, уже объединяться в такие проектные группы и работать в режиме уже группового. Следующий этап. Следующий этап такой очень обширный. Этап экспозиционный, который включает в себя подготовку выкставочных экспонатов, подготовку историко-педагогических исследований в форме медиапрезентации, видеофильмов, изготовление моделей школьной одежды. Вот мы вам можем продемонстрировать сейчас. Они могут быть такие, как мы видим на куклах, или пошив полноценной школьной формы, если мы такую не можем найти, например, гимназическую или школьную. И так далее. Ну вот такая вот еще кукла у нас есть, которая показывает учителя в годы войны. Это оформление экспозиции, обязательное с фотографиями, плакатами и так далее. И самое главное, это участие в проведении экскурсии с элементами театрализации, подбором стихотворений, песен, музыкального оформления. У нас обычно разновозрастной состав посетителей. Это могут быть школьники с 1 по 11 классы, это студенты, преподаватели. Поэтому все это требует ответственной адаптации экскурсионной программы, с чем студенты с успехом справляются. Конечно, при нашей поддержке, это даже не обсуждается, успех и живой интерес к нашим музейным экспозициям создается тем, что мы используем театрализацию, но всегда очень яркое музыкальное оформление, замечательные декорации. И, конечно, это всегда творческий подход к делу не только на Асульфе Уфатовне, но и наших студентов, участников этой музейной экспозиции. Ну, вот я тоже немножечко добавлю, потому что действительно это самый, наверное, важный. Главное, это тот этап, который на виду как для студентов, так и для тех посетителей музея, которые приходят к нам на экскурсию. Мы понимаем, что есть, например, артефакты или экспонаты, которые прям настоящие, вот такие вот, такой календарь 73-го года, да? И это то, что можно смотреть, потом посетителю музея ребенку, полистать, почитать. К этому экскурсовод может обратить внимание. Но мы понимаем, что есть такие экспонаты, которые, например, взять вживую нельзя. Ну, вот, например, грузился 24-го года. В ходе подготовки и экскурсии у нас студенты, а на сайтах благо теперь все это есть, у нас студенты скачивают, распечатывают и делают вот то, что, ну, очень часто музеи называют новодел. Но так как у нас музей все-таки преследует не цели коллекционирования, да, не вот этот функционал у нас на первом месте, а функционал подготовки педагога, то это вот как раз тот ресурс, те приемы, которые мы используем таким же образом. Красский учебник космографии делали студенты, сами много чего для себя интересного находили. Да. Репетиционный этап тоже отдельный этап, потому что он предполагает создание сценария, репетицию, как-то уже немножечко ушли из нашей жизни какие-то серьезные такие репетиции, но, как выяснилось, для студентов это очень серьезный повод подружиться, пообщаться. И вот мы хотим показать, как мы делаем буклеты. Вот они вот так выглядят, и кто-то из студентов, конечно же, отвечает за создание такого буклета. Эти буклеты мы потом раздаем посетителям нашим, они имеют возможность взять. Я хочу сказать, что мы не ожидали, когда первый раз делали буклеты, что в первую очередь буклеты будут забирать и просить сами студентов, потому что мы обязательно пишем, чьи экспонаты использовались, кто принимал участие, кто экскурсоводом был на этой экскурсии. И вот это оказался тоже такой важный момент для наших студентов и для посетителей музея. Поэтому вот такими находками мы с вами готовы делиться. И еще один этап, это наш этап подготовки и проведения музейной экспозиции, это этап экспертный. Именно в ходе экспертизы у нас обычно рождаются новые идеи, работы музея, новых музейных экспозиций, оформление стационарной нашей музейной экспозиции, какое-то там изменение, дополнение и так далее. Рефлексивный отчет у нас обычно включает написание отзывов, впечатлений по подготовке к проведению музейной экспозиции. Чаще всего студенты отмечают практикоориентированные, деятельностный и активный характер остроения новых знаний, возможность увидеть образцы выступления на публике, проанализировать свои и чужие ошибки, научиться преодолевать трудности, присутствие эмоционального отклика на проделанную работу очень важно для студентов и формирование способностей и приобретение собственного опыта, что и составляет ту самую профессиональную компетенцию, о которой мы с вами сейчас говорим. Результатом музейной деятельности являются новые знания, которые зафиксированы не только в экспозиции, но и в музейных изданиях. На сегодняшний день подготовлено и опубликовано более 60 студенческих работ, посвященные музейной педагогике истории сибирского региона, учебным заведениям в Сибири. Мы гордимся Зульфею Альфатовной тем, что члены нашего музейного кружка «Музейная педагогика» становятся победителями грантовых проектов. Таких студентов за все время у нас более 50. Победители и призеры международных и всероссийских научно-практических конференций и конкурсов, где студенты представляют результаты вот этой нашей работы по освоению музейной педагогики как технологии. Я тоже немножечко добавлю. Этот этап для нас имеет особое значение. Почему? Потому что первичная рефлексия происходит именно в тот день, когда те самые экскурсии студенты в достаточно большом количестве провели. Как раз на слайде фотографию, в каком количестве примерно студенты участвуют. То есть весь курс участвует в подготовке проведения такой зачетной мероприятии по курсу «История педагогики». И первая рефлексия, она как раз касается вот таких, ну такая эмоциональная. Следующий этап, он связан с тем, что студенты прям заполняют бланки, пишут отчеты рефлексивные, у них есть возможность немножечко через себя пропустить. И для нас это тоже очень интересный материал. Они очень часто пишут нам о том, что действительно было сложно, страшно, но вот этот опыт преодоления, опыт вот этого примерки, вот этой примерки профессии, он был для них очень важным. И для нас еще очень важным является то, что мы на этом этапе, ну каким-то образом пополняем коллекции, в том числе нашего музея, потому что кто-то из студентов иногда приносит для конкретной экспозиции какие-то экспонаты, потом говорит, а бабушка сказала, пусть лучше у вас останется. Это тоже такой очень важный, на мой взгляд, момент. Мы понимаем, что огромное количество материалов потом остается, и мы стали создавать вот такие вот фотоальбомы, и студенты пока учатся в институте, приходят на музей, с радостью перелистывают, вспоминают, говорят, а вот это вот мы делали. То есть это тоже такой момент, очень, на мой взгляд, эмоционально окрашенный. И если мы говорим о том, что это педагогическая технология, нам нужно мотивировать студентов и школьников, в этом смысле технологию мы пробовали и на студентах, и на школьниках, и на взрослых. То есть те, кто в заочной форме обучается у нас в УЗИ, и те, кто проходит повышение квалификации, переподготовку, мы хотим сказать, что это все работает. То есть все вот эти четыре этапа, они все рабочие, и вы можете на самом деле легко все это сделать. Музей начинался практически с нулевым количеством экспонатов, на одном голом энтузиазме и на желании что-то интересное предложить студентам. Ну а потом это вылилось в тот музей, который вы видели, потому что какие-то экспонаты просто жалко было утилизировать, если честно. Еще один небольшой опыт, о котором хочется очень коротко сказать, это опыт, связанный с существованием музея, музейных экскурсий в условиях пандемии и с использованием информационных средств. Я думаю, каждый музей с этим столкнулся, практически все стали переводить какие-то материалы в формат виртуальных экскурсий. Мы тоже не обошлись без этого опыта, потому что мы успели до пандемии только первый этап запустить, а все остальные этапы, не случайно здесь видеокурсы, платформа Moodle, нашего Семьерско-Федерального университета ВКонтакте, Zoom, программное обеспечение, которое позволяет монтировать видео. Студенты, объединившись уже в проектные группы, собственно говоря, создавали медиапродукты относительно своего конкретного проекта. Затем у нас были ведущие, которые сделали связки между этими проектами и человек, который смонтировал это в единый медиапродукт. Конечно, звучит все легко и просто, на самом деле все это было не так просто. И этот итоговый фильм о школе в годы войны мы потом выставили на нашем сайте. Мы можем вам показать, как выглядит, и вы, если выйдете на сайт нашего института, найдете вкладку «Музей». И вот здесь есть музейная экскурсия «Школьная форма». Она была подготовлена в рамках европейских дней. Наследие. Наследие, да. И вот музейная экскурсия «Школа в годы Великой Отечественной войны». Там примерно на 50 минут экскурсия такая. Вы ее потом уже сможете посмотреть. Мы, наверное, не будем очень много времени на это тратить. Кусочек небольшой мы можем попробовать посмотреть, чтобы какое-то впечатление было, как и что получилось. Да, да, да. Есть только экран. И экран тоже, да? Не получается. Ну, ничего страшного. Тем, кому будет интересно, смогут выйти к нам на сайт, посмотреть. Еще буквально пару слов хочу сказать, потому что заявлено было технологии, и мне кажется, мы о технологии достаточно подробно поговорили. Теперь о профессии. Ну, понятно, что речь идет о музейном педагогике, как о такой новой педагогической профессии. И в первую очередь музейный педагог – это педагог, который находится в пространстве музея. Но мы на сегодняшний день, ну, краеведческого, художественного еще какого-то, да, это человек, который, ну, адресно работает, в первую очередь, с детьми, которые как посетители находятся в музее, либо участвуют в каких-то образовательных программах в музее. Но на сегодняшний день, так как очень много школьных музеев, музеев, там, центров дополнительного образования, при библиотеках и так далее, там тоже стали появляться музейные педагоги, причем, так интересно, в ресурсе, в должностных обязанностях, очень часто через скобочку или через слыш пишется, руководитель музея – музейный педагог. Вот, в высшем образовании мы еще не находили таких фактов. И вот это достаточно интересно, на мой взгляд, еще пока до конца не проанализированная тенденция. И еще один момент. Мы в этом году, в прошлом уже, да, году, получается, мы в прошлом году с Ольгой Борисовной, потому что нам стало интересно, насколько мы адекватны сами, как профессиональные экскурсоводы, мы, а вы знаете, что на сегодняшний день экскурсии нельзя проводить, в том числе даже в нашем музее, без сертификации экскурсии, без сертификата экскурсовода, мы не имеем права проводить вот эти экскурсии для школьников, мы в какой-то мере были вынуждены, с другой стороны, подстраховались. Мы сертифицировали две экскурсии, давайте следующий слайд покажем. Да, мы сертифицировали экскурсии и получили свидетельство экскурсоводов, и на сегодняшний день мы можем вести такую экскурсионную деятельность совершенно официально, и к нам даже туристические компании нашего города обращаются с просьбой проводить такие экскурсии для туристов из других регионов или из других городов, которые приезжают в наш город. То есть вот это тоже, на мой взгляд, такой интересный ресурс, который может дать музейная педагогика такой побочный, может быть, эффект своего рода. Мне бы хотелось посмотреть вопросы, есть ли у нас вопросы, я готова в данный момент активно начать отвечать на вопросы, если таковые и есть. Если кому-то удобнее написать нам на почту и какой-то более развернутый ответ получить, то вы видите на экране нашу почту, можете адресовать туда. Да, сейчас в чат мы еще продублируем вам адрес моей электронной почты. Как получить сертификат экскурсовода? Я хочу сказать, что у нас в стране не так много учреждений, которые имеют право эти сертификаты выдавать, ну вот аттестат, например, вот так выглядит. Для этого нужно пройти обучение, записаться, разработать технологическую карту, провести фрагмент этой экскурсии на той площадке. Ну то есть вот у нас, например, была ситуация, когда у Ольги Борисовны была возможность прямо в нашем музее провести экскурсию, а я была вынуждена выехать в другой город и там уже искать ресурс для того, чтобы вот эту свою тему экскурсии, ну, скажем так, подтвердить. Итак, записывайтесь на соответствующие курсы. В нашем случае это был эксперт по сертификации туристических услуг. Сейчас я вам скажу. Центр оценки квалификации эксперт. То есть вот можно туда обратиться, узнать, когда он проходит. Значит, проходите обучение, разрабатываете технологическую карту, проводите фрагмент экскурсии, либо целиком экскурсии, сдаете зачет, получаете аттестат соответствия экскурсии, получаете документ, что вы имеете квалификацию экскурсовода и вот такой вот бич, без которого ни один экскурс... кстати, вам для информации, без которого никто не имеет права вообще проводить в нашей стране на сегодняшний день экскурсии. Вот. Поэтому это специальная служба делает. Вот. Ну, я думаю, что им можно писать, они достаточно открытые и по всей стране выезжают и такие аттестации проводят. Поэтому ничего сложного в этом нет, на самом деле. Я думаю, что если вы обратитесь в любой музей, вам там подскажут. У них обычно есть такая информация. Если еще есть вопросы, мы готовы ответить. Так. Ну, если вопросов нет, то спасибо большое вам за внимание. Да, пишите. Мы с радостью ответим на ваши вопросы. Чем сможем, поделимся. Презентацию вы можете скачать, на сайт выйти, видео посмотреть. Спасибо вам огромное, что вы пришли, посмотрели. Мы очень надеемся, что были вам полезны со своим опытом. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.